Говоря о этом, он встал перед царем на колени, Петр дал поцеловать правую руку свою и, показывая на ладонь, молвил, — Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли. А все от того, чтобы показать вам пример и хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг Отечества. Произведя подробный экзамен Неплюеву, государь остался весьма доволен его ответами и тут же пожаловал его в морские поручики Галерного флота. Государь понимал, что одного образования недостаточно для полного довольства человека, оно только учит его, как воспользоваться силами и дарами природы к удовлетворению своих разнообразных потребностей. Необходимо применение образования на практике, иначе говоря, необходимо развитие промышленности, в зависимости от которой находится благосостояние и независимость страны. Поэтому Петр I приложил все старания, чтобы насадить и развить в России искусство, промышленность и ремесла. Для процветания последних необходимы знания и труд. В первом случае он заботился выписывать из границы опытных мастеров и давал средства русским людям приобретать от них нужные технические сведения. В другом, личным трудом показывал пример и щедро награждал трудолюбие и искусство. Каждая новая фабрика, каждое новое промышленное предприятие радовали царя, который не переставал следить за их успехами, поддерживал в трудные минуты и не оставлял никогда своим покровительством. Он запросто обходился с предпринимателями, заводчиками, фабрикантами, и многих из них возвысил за заслуги в промышленном деле. Бывая в Москве, Петр часто посещал старика Полу Ярославцева, владельца шелковой фабрики. Он непременно заходил в ткацкие и прочие помещения, иногда садился за станок и сам прял разные материи. «Однажды государь спросил Полу Ярославцева, а что, любезное, есть у тебя хорошее русское пиво?» «Есть, государь. Ну-ка, вери, дать отведать». «Пиво принесли, — государь выпил жбан и сказал, — пиво очень хорошо, а я буду к тебе заезжать». Вскоре Петр снова приехал. Полу Ярославцева на фабрике не было. «Где хозяин? — спросил государь надсмотрщика. — После обеда спит, — ответил надсмотрщик. Прибавил, что сейчас его разбудит. Петр велел подать себе пиво, а будить хозяина запретив. Впрочем, тот скоро сам проснулся и был страшно перепуган, узнав, что государь сидит у него в саду и ожидает. Упав к ногам царя, старик со слезами просил прощения, что не встретил, как подобает его царское величество. «Я, друг мой, — сказал Петр, — заезжал к тебе не за тем, чтобы тебя беспокоить. Так за что ж мне на тебя сердиться, когда ты, исправе, свои утренние дела, имеешь нужду в отдохновении?» Петр Великий очень интересовался производством сукна, в котором нуждалась его армия. В Москве одной из первых суконных фабрик была фабрика Сейрикова, для которой царь приобрел все нужные машины и повелел к назначенному сроку представить пробную половину сукна. В то же время и государыня, желая угодить мужу, покровительствовала другому фабриканту Дубровскому и приказала ему представить также образчики своего изделия. Случайным образом оба фабриканта явились своими образцами во дворец одновременно. Сериков, рассмотрев пробу Дубровского, нашел их, несомненно, лучше принесенных им и очень смутился, ожидая страшного царского гнева. Государь вместе с государыней вошли и в зал к фабрикантам и милостиво ответили на их приветствие. Петр был в канифасовой фуфайке с костяными пуговками. Он подошел к половинке Серикова и внимательно ощупал ее руками. — Посмотрите, батюшка, какого-то вам покажется сукно моего фабриканта, — сказала императрица. Петр подошел и смотрел столь же внимательно половинку Дубровского. — Дубровский, из какой шерсти делал ты сукно свое? — Из пуши одной, ваше величество, — сознался Дубровский. — А ты, Сериковый, с какой? — Из обыкновенной стригушки, — отвечал тот трепещущим голосом. Царь, обратившись к жене, сказал, — Что ж ты хвастаешь своим сукном? Оно никуда не годится. А ты, Дубровский, впредь не выщипывай пуши одной. Ты перепортишь у меня тем всю шерсть, а старайся из стригушки делать получше. Мне надо бы настолько сукна, чтобы одеть всю армию мою, не выписывая иностранного. — А это, — сказал государь, указывая на сукно Серикова, — чем дурно? Оно делано из стригушки, какого оно не есть. Известно, плотно и для солдата прочное тепло. Благодарствуй, господин Сериков. Я уверен, что ты постараешься получше его делать. Продолжение следует...